да друзья добрый день евгений надошин в студии в виртуальной студии серебряного дождя размышления экономистов с 11 до 12 часов дня все как обычно же не доброе утро доброе утро доброе утро роман добрый уважаемые радио и видеозрители смотрите ну сегодня опять в удаленном формате но по другим обстоятельствам уже поправился вот но школьные каникулы в общем диктуют потребности каком-то перемещение вот стараюсь да не пропускать поскольку уже и так были пропуски в эфирах а я хочу в общем завершить тему к чему там я все гнул про образование производительность ну и к тому же да у нас есть неожиданное решение cb как обычно имеет смысл поговорить про курс что последнюю осень наверное по моему каждый эфир да то есть кажется важно про это упомянуть вот cb курс кое-что про инфляцию промышленности я надеюсь до завершить тему про производительность образования голосования работу так сказать по профессии что вот у меня была в паре эфиров перед болезнью я надеюсь да что сегодня я ее закончу а вообще 13 ноября как я понимаю следующий эфир будет уже в середине ноября вот у меня надеюсь будет сюрприз вот итак давайте да давайте по темам смотрите наверное самое горячее сейчас это решение cb озвученное в пятницу и в общем ну надо сказать оказавшиеся неожиданным прямо скажем не то слово совершенно то есть я не просто не ожидал таких шагов изменений я не ожидал такой риторики да я не ожидал ускорения в общем наверное ну по всем параметрам кроме направления изменения ставки в общем сюрприз был вопрос какого масштаба и не только у меня как бы так похоже получилось но в очередной раз себя удивил весь рынок сказать наверняка что движет регулятором сейчас сложно боюсь вот это все повыше весь цикл повышение с июля наверно он вышел достаточно сумбурным и скажем в моем представлении совершенно неоднозначным и пытаться его трактовать со стороны учитывая как я уже неоднократно отмечал что к сожалению очень приличное количество решений в области экономической политики сейчас совершенно разными ведомствами проводится ну вот наверное наилучшее описание хотя не скажу что это очень как бы хорошо мне нравится как самосочетание но в режиме своеобразной спецоперации да когда нередко скрываются скажем определенные там мотивы да определенные как бы цели и задачи да пытаются причем не просто бывают скрываются как случае с пошлиной на экспорт например да по началу там ну собственно обсуждалось все меньше недели если вы помните у нас 1 октября на экспортом по существенному количеству позиций по версии значит минфина не основных но весьма так сказать значительных десятки миллиардов долларов облагается пошлинами в зависимости от размера курса и поначалу это выдавалось замера стабилизации так сказать этого самого курса хотя ничего стабилизирующего курс там я не увидел а собственно и там скажем смотреть это весьма затруднительно с учетом того как куда попадают деньги и как ими должны распоряжаться поскольку это в бюджет и бюджет дефицитный то это скорее может быть и должно даже оказаться фактором скажем курс несколько дестабилизирующим нежели чем стабилизирующим но пытались продать ее как стабилизатор курса вот то есть пойти сбивая с толку вот постороннего наблюдателя просто по полной вместо как бы той цели когда ради которой это вводилось это просто пополнение дохода федерального бюджета вот увидели источник увидели как им показалось видимо что есть так сказать необложенные экспортеры у которых образовалась определенная сверхприбыль благодаря там да как бы очень дешевому рублю и чем бы да вот как бы не попытаться эту сверхприбыль неким образом изъять ну у кого там какая есть сверхприбыль не скажу с отчетностью сейчас не шоколад хотя и стало получше чем год назад не тренируюсь не пытался разбирать но могу вам сразу сказать да что возможно у кого-то из экспортеров и особой сверхприбыли ты не было и как бы дети 7 процентов которые им сейчас от курса приходится платить им да совсем возможно не комфортно так сказать ложатся но это пополнение доходов бюджета и вовсе не курсовой стабилизатор та же самая история с топливом да то есть в общем рукотворно созданный кризис кстати обратите внимание похоже он еще не закончился я об этом поговорю в рамках промышленного производства надеюсь это немаловажно я бы сказал история так вот рукотворный топливный кризис тоже поначалу как бы в общем скрывался всеми силами и мои попытки даже вот летом разговаривать с отраслевыми аналитиками натыкались да на неуверенную позицию то ли введут то ли не введут хотя вроде уже даже подписаны были документы вот это было непонятно то есть ну в общем не доносили нормально до сектора в общем не старались не обсуждать и в итоге до получили что получили то есть на ровном месте во время посевной в самую ответственную пору когда сельское хозяйство в общем рассчитывает на дополнительные поставки топлива против обычного вот как бы бы вышло что вышло да то есть наш там с вами страдание кому не удалось залить в бензин в должном количестве в бак какое-то время да или там по той цене на которую он рассчитывал мелочь от того ущерба который был нанесен в экономике например сельскому хозяйству возможно из-за происходящего но и не только и вот это все у нас в общем здорово искажает понимание экономической политики для ну в общем любого не инсайдера я бы так сказал ну потому что в этом мусоре вы меня извините надо уметь еще разбираться с к сожалению до политика центрального банка в полной мере исключением из этого не являются хотя уровень коммуникации cb гораздо лучше гораздо выше он гораздо прозрачнее нежели чем то наверное сейчас все остальные ведомства причем возможно вместе взятые но я вам хочу сказать когда информации много это тоже способ прятать важное то есть если ты его не выделяешь не подчеркиваешь очень надо знать где усмотреть да то есть где углядеть где заметить то что необходимо это требует отдельной экспертизы и помимо экспертизы да то есть отдельного времени усилий то есть это часы должны быть потрачены возможно на проверку большого объема информации чтобы найти там тот малый объем который тебе нужен обратите внимание в большинстве своем вообще это общая ремарка разговоры про большие данные это больше так вот мода история большинстве своем в больших данных подавляющему большинству тех кто в них что-то ищет нужны данные малые так было вот прям вот сколько я помню себя и это основная наверное проблема так сказать даже в эту научные мысли научно-практической деятельности практической деятельности у тебя информации часто много и в поможет принять верное решение и это верно выбрать и сделать и собственно вот как малый как сокращение объема информации что делают некоторые ведомства попытка сокрытия истинных мотивов так собственно говоря и выдачи избыточной информации бывают помогают решить необходимую до задачу если ты что-то хочешь спрятать так вот в цб в общем несмотря на огромный массив информации мне кажется да есть большая проблема с тем чтобы внятно объяснить что и для чего он делает и обратите внимание подавляющую часть повышений скажем в рамках вот этого цикла это июль август внеочередное сентябре вот сейчас октябрь предсказуемо скорее всего будет декабрь это как минимум этого года еще рынок что называется не угадал то есть не один был мимо не один в общем ожидал совсем не того совсем не так совсем не в той последовательности не один позволил себе в общем критиковать подходы выбранные инструменты регулятора но сейчас немножко другой особенно я бы сказал эпизод в каком смысле смотрите у нас было повышение в июле с резким ускорением аж три с половиной процентов пункта повышения в августе внеочередным заседанием и потом существенное замедление уже этого темпов этого самого повышения всего один дополнительный процентный пункт в сентябре то есть казалось бы цб явно в общем тормозится да то есть решил уже что этот инструмент там активному применению повышение ставки какие бы цели он не преследовал оставим до все мои версии кто слушал вы знаете да то есть я это все излагал довольно подробно объясняю в предыдущих эфирах вот какие бы цели цб не преследовал он вроде бы решил что основное что нужно делать этим инструментом сделано замедлялся до посылал сигнал что ставки останутся высокими на продолжительный период времени сентябре банки его плохо восприняли от правда мы это сейчас хорошо понимаем и нам не надо ходить там за комментариями октябрьскими регуляторы где он это отмечает где повторяет где добавляет так этому а просто видно поставкам там по депозитам например вот ну как-то реакция была скажем не такая выраженная как если бы банки осознали да что вот эта 13 ключевая ставка для них это возможно там на квартал и вперед цб повторил цб повторил да но причем обратите внимание как вот что ожидал я и что ожидали подавляющая часть коллег коллеги ожидали что темпы просто сохраняться ну то есть тот же один процентный пункт это было вот основное консенсус наверное по рынку как бы дальше там вы знаете мало кто особо формулировал какие-то высказывания я здесь поскольку отвечаю за себя могу сказать по точнее да я полагал что цб должен выходить ну то есть завершать этот цикл повышения ставки попытаться наладить в общем порванную коммуникацию с рынком и и сделать как-то ну более предсказуемо но при этом не так что прямо обязательно идти не обязательно вот было следовать именно ожиданием рынка видно было что они в общем здорово подпорчены предыдущими моем понимании как минимум плохо объясненными до решениями по части целей инструментов да то есть а можно было так сказать вот например два раза повысить по 0 5 чем можно было уложиться в собственный прогноз который он предложил нам несколько месяцев тому назад обновленные же поставки ну то есть сказать вот смотрите мы прогнозировали да вот у нас там инфляция была такая это смотрите мы приблизительно к ней окне мы приблизительные приходим да как заложено там мы приблизительно соответственно то есть мы попадаем в диапазон заявленного нами прогноза поставки да вот и как бы дальше путем коммуникации в общем объяснить что вода цикл завершается основные цели близки к достижению или почти достигнуты и все да и вот в декабре например остановиться до взять паузу постоять какое-то время как раз обеспечив продолжительный достаточно период высоких ставок ну и дальше да дальше вот уже по обстоятельствам действовать мои обстоятельства предполагали снижение ставки довольно быстро ну как бы у кого туда могли быть и могут быть сейчас до сих пор другие на этот счет взгляды я пока полагаю да что очень в пределах следующего года до начнется цикл снижения ставки но что сделать cb cb после повышения на 100 базисных пунктов и казалось бы торможение без внеочередного обратите внимание заседания хотя поводы когда доллар штурмовал в общем трехзначную курсовую отметку более чем были cb в общем повышает на двести базисных пунктов и я полагаю что у такого шага регулятора но вот уже не курс видимо является основным драйвером обратите внимание его яда курсовую стабильность в первую очередь назначал как бы на основную причину повышения предыдущего ставок cb и я полагаю что до сих пор так и было вот где-то до сентября если бы только курс беспокоил центральный банк сейчас то думаю что мы бы увидели выход из цикла повышения но есть другая похоже проблема и проблема острая я говорил о ней ну вот похоже теперь регулятор решил с ней начать агрессивно работать потому что его беспокойство видимо перешло границу когда он так сказать более менее мягко способен за этим наблюдать ну собственно он уже с ней работал повышением ставки косвенно вот сейчас как бы боюсь переключение ставки повышение ставки переключился исключительно на борьбу с этой проблемой это что такое это кредитование уважаемые дамы и господа если вы посмотрите последние пресс релизы опасения причем даже по денежно-кредитной политики у чистота упоминаний и опасения центральным со стороны центрального банка вот по поводу кредитования его качества похоже скорее возрастали но и вот в октябре их довольно много присутствует в пресс-релизе помимо этого у центрального банка на сайте есть приличное количество других материалов в которых совершенно однозначно регулятор прямым текстом буквально да то есть но просто без острых акцентов дано перемежает из технической информации дает понять что у нас в кредитовании ситуация ну скажем так ненормальная с его точки зрения здесь пожалуй это правильнее было правильно это мой перевод фраза ненормальная такого термина не употребляется насколько я помню в материалах цб это мой перевод моя трактовка тех цифр которые на скажем приводят сотрудники цб в этих материалах тех опасений которые звучат в том числе в их публичных выступлениях так вот смотрите у нас количество кредитов с высокой нагрузкой на доход в ипотеке например в процентном соотношении такое же как в беззалоговых кредитах и по большому счету например обратите внимание то есть не беззалоговых те цифры я не вижу смысла их сейчас особо тыкать шинглировать приводить будет отдельный материал который я сделаю поговорим может быть даже как раз вот 13 ноября сказать потому что я рассчитываю я рассчитываю что для этого будет так сказать возможность как бы даже вот гораздо более экспертно чем например в моем исполнении сделать итак поговорим об этом я лишь отмечу то что и беззалоговые кредиты с точки зрения формальных метрик обратите внимание есть важный момент сейчас формальные метрики и там то как по кредитам платят вот формальные метрики по беззалоговому кредитованию и по ипотеке тем более совершенно четко говорят что надежным этот продукт уже называть нельзя за последние годы ну например года три-четыре его качество существенно снизилась и это совершенно четкий тренд который там повод формальным как бы метриком который приводит центральный банк своих пресс-релизах например неплохо можно проследить если сравнивать ту же ипотеку вот сейчас но чтобы понимали там было время когда я достаточно плотно следил и работал с рынком когда все эти продукты на рынке запускались включая секьюритизацию до ипотечные массовые продукты прочие ну например ориентировочно давайте вот я люблю сравнивать с периодом 15-летней давности вот где-то там был массовый старт этой самой в том числе ипотеки и более того и секретизации различных других инструментов которые должны помогать ее выдавать больших объемах вот я вам скажу что персонально не эксперт на настоящий момент экспертом наверное может быть я был тогда это с оговорками не во всем и не по всем пунктам вот прямо сейчас это скорее как бы общее мнение там экономиста общего профиля который в том числе следит но прям экспертом глубоким по рынку не является оговариваюсь это правильно это честно сказать так вот качество этого продукта ипотечного сейчас возможно на порядок то есть в десять раз а может быть и в сто раз на два порядка хуже нежели чем то что мы наблюдали раньше рынок недвижимости вот как бы если мы посмотрим его со стороны спроса за эти там 15 лет поменялся радикально выставляете раньше ну там например считанные сейчас не вспомню но допустим 10 грубо опять же да то есть не точно приблизительно около десяти процентов тогда уходило например в ипотеку а остальное представляете вообще покупалось без ипотечного кредита на рынке недвижимости а сейчас картина ровно обратная представляете почти весь рынок это ипотека если посмотреть объемы вводов хочется сказать ну наверно там больше стало объемов ввода но вот с 15-летним периодом не сравню не помню но объемы ввода в жилья многоквартирного того самого которая составляет основную массу ипотеки выросли это безусловно так но я не помню сейчас насколько там может даже есть двузначный рост но зато я помню цифры 14 18 годов помню цифры 18 19 так вот обращаю ваше внимание что прошлогодний объем многоквартирных многоквартирного строительства это то что производит девелоперы то что продается в ипотеку с 14-17 то есть в каждом из тех годов того времени а там у нас был кризис вспомните если что упал представляете там ну от нескольких сотен тысяч конкретным годам до нескольких миллионов квадратных метров за год с 18 19 объем вводов вырос но приблизительно на смешные 2 миллиона то есть это около пяти процентов то есть представляете вся льготная ипотека все вот это буйство да то есть они привели к изменению структуры покупателей на рынке причем радикального но они не привели к росту объемов ввода в нашей истории мы вводили вы видели гораздо большие вводы жилищного многоквартирного жилищного фонда нежели чем мы наблюдали вот сейчас и наблюдаем сейчас у нас двадцать третьем году практически нет роста к двадцать второму поэтому когда я говорю про 22 это то же самое что 23 с 24 я уверен будет спад вот ну потому что усилия цб направлены в совершенно однозначном направлении и видно что ипотеку плотную не продлевают и это будет так сказать однозначно фактором который сильно замедлит рынок может быть в самом мягком случае а так тут может быть весьма внушительное падение больно неприятно что сказать я понимаю но еще раз повторю я видел опасения озвучивал их в эфирах ранее неоднократно и вот сейчас похоже цб действует для того чтобы остановить то кредитное буйство что мы сейчас наблюдаем я говорил также что приличная часть больше половины скорее всего прироста потребительского спроса это тоже кредитный ресурс и что-то не так у нас происходит в кредитовании посмотрите пожалуйста цб ужесточал нормативы цб повышал ставки причем резко да то есть у нас август например да то есть июль август это резкое повышение к осени в общем ставки были существенно выше в том числе и по многим кредитным продуктам нежели чем весной в начале лета но обратите внимание темпы роста кредитования остаются очень высокими неадекватно высокими для нашей текущей ситуации я искренне полагаю что боюсь и центральный банк скорее всего это видит у нас сформировался в общем пласт плохих кредитов и по большому счету на рынке кредитования у нас пузырь на рынке ипотеки прям с высокой долей вероятности то есть на рынке недвижимости извините да это правильнее сказать на рынке недвижимости до толкаемым ипотекой да у нас пузырь и вот похоже то что мы увидели в октябре это не просто очередная часть цикла повышения это не просто борьба цб за курсовую стабильность о нет сейчас внутри этого цикла похоже радикально поменялись приоритет и прямо сейчас центральный банк борется за то чтобы пузырь не продолжал надуваться и не лопнул потом породив ну первые в нашей новейшей истории с девяносто восьмого года наверно ну хорошо с 2004 2004 у нас тоже был один локальный небольшой банковский а так я не вспомню вот тогда первый допустим но почти за 20 лет внутренний кризис который может быть не порожден никакими внешними шоками то есть он может совпасть с падением цен на нефть который я ожидаю из-за возможного там замедления стагнации там рецессии в мировой экономике о чем говорил в одном из предыдущих эфиров а может не совпасть вот представляете для него нужен внешний так сказать шок дат негативный для того чтобы все началось здесь о нет все прямо вот стремительно так сказать возможно движется в направлении к тому чтобы этот кризис мог разразиться в каком-нибудь условно двадцать четвертом самое позднее двадцать пятом годах уже я ждал него раньше попозже если честно и регулятор представляете не смог несмотря на ужесточение нормативов и предыдущие повышения ставки добиться похоже ожидаемого результата именно поэтому в октябре мы увидели сюрприз и да это читается это слышится в моем понимании в пресс-конференции это читается в пресс-релизе да пока еще это не такие мощные акценты и вот cb не звучит так как это вот англицизм наверное правильно использовать так пугал армистки да то есть как бы пугающе да то есть как может быть звучу я но мне кажется что ровно это движет ну похожие опасения да может быть озвученные чуть суше данные не чуть суше заметно слушать спрятанные между так сказать другими там среди цифр показателей другого текста они движут регулятором этот факт что cb не стал затягивать вот не стал растягивать цикл повышения он же мог как бы по одному проценту в общем повышать ближайшие там месяцы следующий квартал первого года например и тоже бы ну в общем один процент он набрал нет нет он торопится и вот в моем понимании сама сам факт перехода с шага там в один процентный пункт сентябре на 2 говорит о том что цб нужно эту задачу решать достаточно срочно он не видит большого запаса прочности очевидно там в локальной финансовой системе у домохозяйстве тут уже дальше нюансы есть надо разбирать столько статистики сколько регулятор видит я не вижу и вот вам мое мнение почему мы увидели повышение ставки на два процента пункта и в декабре смотрите возможно именно темпы роста кредитования то есть то что как бы вот надо высматривать может быть не только в официальной статистике но в новостях опросах да то есть более оперативно чем цб будет сам публиковать данные но потому что в момент принятия декабрьского решения еще даже по ноябрю непонятно будет возможно так вот нужно смотреть на них ожидать их прикидывать их и они возможно определят в гораздо большей степени как будет повышена ставка нежели чем то что будет происходить с остальными показателями ну по поводу курса до инфляции сейчас я дежурно проговорю у нас ром есть я вижу 29 минут у меня нужно буквально одна минута 60 секунд же не при буквально хорошо ну вот а давайте так пока я озвучу коротко что не в инфляции не в курсе я таких опасений которые бы вынуждали цб повышать ставку на 200 базисных пунктов вот в прошлую пятницу не вижу там все достаточно неплохо я бы даже стал может быть хорошо если мы смотрим на курс я чуть-чуть попозже поговорю об этом либо в видео эфире если там не будет вопрос если будут вопросы то мы сместимся и в радиоэфире я отдельно это тоже проговорю вот а пока предлагаю да уйти на новости и небольшую паузу все евгений да да роман даже не привет еще раз у нас четыре минутки давай есть вопросы слушая у меня тут буйство недопонимание это во вторых это во вторых а во первых бурное обсуждение в чате нашей трансляции где на доршин вот ответы варианты ответов баня баня сауна кто-то пишет эх вы не учи это бассейн евгений спортом занимается здесь тоже есть и баня и сауна здесь тоже есть но я это надо же небольшой отдых в общем предлагать душе и телу школьникам надо же школьником то есть ты в школе мы не так далеко мы не так далеко от москвы просто вот несколько дней оказалось в общем возможно и выехали и ты в школе сейчас находишься нет не в школе нет не в школе я в отеле в отеле подмосковной а это подмосковный отель да 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 но здесь есть баня и а эхо, да, потому что я в одном из крупных залов, который был просто достаточно тих и свободен, чтобы тут можно было сидеть и кричать перед микрофоном. Все супер, просто тут чат уже разорвали, нужно было расставить точки на и, и так как ответить. Слушай, есть вопрос, ну он, конечно, наверное, такой немного шуточный, но все же, может быть, в двух словах ты ответишь на него. Мне нужна простая ясность, когда у меня будет зарплата 2,5 тысячи долларов, которую обещал мне президент. Видимо, человеку лично президент обещал. Ёлки-палки. Да, я вас понял, смотрите, ну, как бы, к сожалению, да, несмотря я понял на, так сказать, наверное, риторический характер вопроса, я скажу, что в зависимости от сектора, да, то есть от степени дефицитности ресурсов, ну вот, например, в современных реалиях такую зарплату можно будет, точнее, не то, что можно будет, а можно выбить даже человеку, например, вот без высшего образования с рабочей специальностью. Если у вас руки из нужного места растут, квалификация горячая, прямо сейчас, вот, ну, условно, да, 250 тысяч чистыми в месяц можно. Это реально, это достижимо, я бы сказал. Поэтому, по большому счету, это, так сказать, задача, ну, вот, вполне решаемая в современных реалиях. По сектору услуг тут сложнее. Горячее время сектора услуг в основных его сегментах, к сожалению, прошло. И несмотря на высокий дефицит, скажем, рабочих рук, ну, рабочих рук, не совсем правильнее, да, говорить, это ближе, скорее, ассоциация к промышленности, вот, дефицит рабочей силы, несмотря на высокий дефицит рабочей силы, он касается больше, вот, специальностей синих воротничков, нежели, чем белых. Поэтому, если так получилось, что, несмотря, да, на, в общем, в прошлом высокие амбиции, там, догнать и обогнать хотя бы Португалию, да, высокие темпы роста, да, и дефицит, вот, как бы, сейчас рабочей силы, то есть, на рынке труда, какого, казалось бы, по статистике, не было, там, никогда за всю историю России, да, то есть, вообще, вот это все может, да, не помочь получить в секторе услуг, если у вас раньше такого не сложилось, сейчас нужную заработную плату. Это печальная реальность в нашем случае, мы экономика услуг, обратите внимание, промышленность растет с опережением, да, буду говорить, но она для нас не решает, для нас по-прежнему рост в секторе услуг важнее. И здесь, да, есть проблемы. Все. А это может быть никогда, представляете, неприятный ответ может звучать так, если вы в секторе услуг не квалификацию не меняете. Размышления экономистов Продолжается час размышлений экономистов с Евгением Надоршиным в виртуальной студии Серебряного дождя. Женя. Да. Как же посмел ты выразить свое недовольство, как мне помнится, в первой получасовке? Да, как я, в общем, я... Извини, Ром, да, перебил. Нет-нет-нет, говори, я закончил мысль. А, да. Это был вопрос. Я, да, я... Ну, я не то, что... Я и раньше смел, я и раньше смел, но, повторюсь, да, прямо сейчас, наверное, я вижу... Смелости мне добавляет то, что, кажется, регулятор, не будучи готовым, так сказать, в явном виде присоединиться к моей, в общем, вот, позиции, тем не менее действует так, как будто бы его это прямо вот сейчас начало беспокоить невероятно сильно. Я уже как-то смирился с этим фактом, но вот, похоже, да, ЦБ, наконец-таки, да, то есть прочувствовал, и у меня есть четкое ощущение, да, что если не это, то я не вижу никаких иных причин повышать ставку на 200 базисных пунктов. И я, главное, вычитываю это, ну, может быть, да, в значительной степени между строк, я же говорю, вот по частоте упоминания, по характеру, контексту этих упоминаний, кредитование в пресс-релизе. И, главное, я же читал и предыдущие пресс-релизы, да, ЦБ, в том числе вот по ипотечному кредитованию и не только, которые сопровождали решение или предупреждение о будущих решениях ЦБ по ужесточению там нормативов. И просто я прихожу к выводу, что поскольку вот нормативы мне казались наиболее эффективным инструментом воздействия на те или иные виды кредитования. И раньше они работали вот прям как бы четко, совершенно, им не нужно было там, знаете, там полгода, да, то есть спустя, а то и больше уже в ряде случаев по многим продуктам после изменения для того, чтобы что-то сработало. Вот это не требовалось раньше. Я полагаю, что сейчас, ну, поскольку в 22-м году ЦБ многим банкам раздал разные там индивидуальные санкции, льготы, ой, из-за санкций раздал индивидуальные льготы и исключения, исключения льготы из-за санкций, а не санкций раздал, то вот сейчас, возможно, его ресурс, скажем так, его возможности воздействования за счет нормативов на темпы роста кредитования резко упали. И в результате, и в результате нормативы не так хорошо работают. Ну, или он не решается, потому что положение, возможно, многих банков выглядит лучше, чем на самом деле является. Обратите внимание, вот эти индивидуальные льготы, скорее всего, позволили многим банкам не показывать в полной мере масштаб поражения санкциями, то есть когда были заморожены какие-то активы, то есть остались без движения, например, они, возможно, до сих пор числятся на балансе, на них, возможно, до сих пор не надо создавать резервы, убирать их с капитала, нужно читать. Это все, возможно, вот сейчас, скажем так, выглядит лучше, чем на самом деле является. И вот, возможно, по причине сочетания, а, индивидуальных льгот по различным нормативам, и, б, соответственно, исключений, которые были сделаны, возможно, для сектора в целом по возможности не включать что-то, не вычитать, не сокращать, не резервировать какие-то убытки, приводит к тому, что УЦБ очень ограниченный ресурс воздействия на те или иные процессы за счет нормативов. И, как результат, ему приходится бить по площадям, а фактически, ну вот, я не знаю, в привычных, к сожалению, нам уже терминах, да, повышение ставки для борьбы с кредитованием что-то сродни ковровой бомбардировке, когда неизбирательно, соответственно, по всем видам экономической активности наносится, ну, удар, то есть негативный шок. По сути дела, это подавит очень много чего, но, смотрите, я не сейчас в меньшей степени, вот как бы с таким мотивом, я в меньшей степени осуждаю Центральный банк и поясню, почему. Я долго переживал, и это тоже была отдельная боль, которую я упоминал в эфирах, из-за чего у нас были опросы там, да, то есть я пытался их расшифровывать, что у нас есть проблемы со сбережениями, что это большая сложность, что у нас совершенно недостаточно сбережений для тех потребностей, которые встали перед экономикой просто вот прям ребром там, я не знаю, или просто, я не знаю, Эверестом, вот как бы, чтобы вы понимали, да, вот масштаб препятствия, образовавшегося в 22-м году, это вот что-то вроде скалы уровня Эвереста, то есть самое высокое в мире, связанное с тем, что для инвестиций нужны ресурсы. Эти ресурсы раньше в значительной степени притекали из-за границы. Часть их была возвращающимися российскими деньгами и значительные, ну, прошедшими через иностранные юрисдикции и прикидывающихся иностранными, а часть была как бы полноценными иностранными деньгами, и обе эти части заметны и внушительны были. Вот сейчас полноценных иностранных нет вообще, а те, которые раньше возвращались, в значительной степени сейчас не возвращаются. То есть, представляете, вот тот источник, который питал российские инвестиции щедро относительно недорогими деньгами раньше, он иссяк 24 февраля 22-го года полностью практически, представляете, все. Просто был и нет. Определенная часть, так сказать, источников образовалась в рублях, ну, потому что деньги перестали туда уходить, но их категорически недостаточно, это я четко вижу в статистике. И смотрите, стимулировать сбережения, возможно, ценой приличных проблем в экономике, сейчас одна из основных задач для того, чтобы вообще было из чего инвестировать. Потому что вот эта вот история, что у нас инвестиции из государственного бюджета, она не летает вообще даже в краткосрочной перспективе. Обратите, пожалуйста, внимание, те из вас, кто не слушал эфиры, те из вас, кто не обращал внимания на эти детали, у нас даже федеральный бюджет 24-го года потан так, что если там какие инвестиции расти и будут, то это будут инвестиции на так называемые геополитические задачи, связанные, в общем, со СВО, оборонкой и прочими вещами. А это производство военной техники. Я рассказывал отдельно, что это изменение методологии СНС, и технически это попадает в инвестиции, но никаких инвестиционных мультипликаторов от этого производства вы не можете ждать, к сожалению, в нынешних обстоятельствах. Но она выходит в поле, она используется, и, может быть, свои задачи она решает замечательно, но, простите, инвестиционного мультипликатора в классическом понимании смысла, вот как бы в экономической теории вы от нее получить просто физически никак не можете. Она для этого даже сейчас не предназначена. Поэтому у нее может быть очень короткий жизненный цикл без каких бы то ни было последствий, которые обычно считаются нормальными для инвестиций. И вот это все, что может дать бюджет, и обратите внимание, он готов дать это только сейчас на один год. Бюджет сверстан на три года, вот в 2024 году это обещается, а в 2025-2026 все инвестиции, гражданские, и не только, предполагаются к урезанию, представляете? Причем и в номинальном, и в реальном выражении. Вот фактически, что я вижу из данного сейчас бюджета. Соответственно, никакого вот инвестиционного роста за счет бюджета просто быть не может даже краткосрочно. Ну, а долгосрочно это невозможно, потому что, так сказать, возможности бюджета ограничены, и все-таки в российской экономике он не представляет из себя такого размера экономического агента, чтобы можно было игнорировать частный сектор. На всю нашу историю, как бы, вот новейшей России и подавляющая часть инвестиций были частными, и так и остается. И бюджет и сам тоже, вот как бы, многие годы концентрировался вовсе не на инвестиционных задачах, а на задачах, так сказать, соцобеспечения. И обратите внимание, несмотря на там рост геополитической составляющей в нем, соцобеспечение является очень большой, сейчас уже не основной, но очень большой частью бюджета. Второй по размеру после геополитических расходов. Как вы понимаете, дальше на инвестиции остаются копейки, копейки. И по большому счету, это вот реальность, которую, как бы, нам вот в новом законопроекте четко предложили. Поэтому не будет частных сбережений, не будет частных инвестиций. Не будет частных инвестиций, не будет роста. Это прям вот совершенно уверенно можно утверждать. Ну, потому что неоткуда будет взять деньги для того, чтобы даже это импортозамещение, которое у нас всеми силами пытаются подталкивать, реализовывать. Извините, я вот, как бы, значит, эмоционально, да, как бы забрал во второй части еще, там, более, да, около 10 минут на продолжение рассказа, так сказать, в общем части предыдущей. Важно, значит, резюмирую. Именно поэтому мне нравится, да, ну, в каком-то, ну, нравится фраза. Я скорее одобряю, да, то, что если с ним мотив борьба с кредитованием, ЦБ, да, то есть я скорее его одобряю в этом случае. Поощрение сбережений сейчас очень важно. И это положительная, наверное, часть решений, которые принимают ЦБ. Да, через боль, потому что, похоже, процесс в кредитовании оказался запущен. И, похоже, вот нет хороших, да, выборов. Есть выбор из двух зол. Сдуть пузырь, не дав ему лопнуть, возможно, через рецессию, но умеренную в экономике. Или дать ему дадутся до состояния, когда он лопнет, и тогда рецессия будет неумеренной. Вот, в любом случае, тот рост, который мы наблюдали в этом году, я как здоровый не видел. И в любом случае, обратите внимание, полноценное и устойчивое решение, ну, относительно устойчивое, скажем, на горизонте хотя бы года, года полутора, решение задачи с курсом, достижение курсовой стабильности, скажем, удержание курса доллара в пределах двузначных значений, то есть до 99, я оформлю так, вот, на горизонте до конца 24-25 года, включая в себя задачу, в буквальном смысле удушение потребительского роста. Ну, это бьет, позволяет подавить и кредитование, сдув пузырь, и, собственно, обеспечивает разумные значения импорта, которые с нашим экспортом можно себе, скажем так, позволить без риска потери курсовой стабильности. Вот так я это оформлю, мысли. И Центральный банк, я думаю, не стал бы делать это повышение, да, то есть если бы, в общем, главе его не удалось заручиться поддержкой руководства повыше, я тоже полагаю, что это вопрос решенный. Мы слышали поддержку со стороны президента ранее, я думаю, что определенная часть, скажем, молчания, неоднозначности, неожиданности в этом решении в том, что, в общем, ЦБ сейчас видит, как гораздо более важно, к сожалению, решение там вот аппаратных вопросов, да, как бы, значит, проводить это так, чтобы была поддержка, ну, скажем так, основных, да, агентов, принимающих решения или хотя бы их непротивление, ну, а то, что там у общественного мнения в результате складывается, ну, как бы это вторично уже, и получается, в общем, что получается. Именно поэтому такой цикл, именно поэтому такие последствия, именно поэтому такие там комментарии, я думаю, не только мои, вот, но мои в частности, вот, по решениям. И да, вот еще раз повторю, как бы, если сейчас идет борьба с кредитованием, и она идет целенаправленно и четко, и за, так сказать, наращивание сбережений, то я больше поддерживаю такие действия, нежели чем вот то, как бы, как я видел себе деятельность ЦБ раньше, когда полагал, что из-за курсовой стабильности в основном бьют ставкой, потому что это я не считал процессом здоровым, хоть он и приносил, в общем, неплохие результаты, в том числе для, вот, возможного формирования сбережений. Давайте коротко я пробегусь по инфляции и курсу. Смотрите, что я вижу с курсом. У нас, похоже, давайте гляну, сейчас я вот забыл в перерыве посмотреть, проверю, что у нас сейчас на рынке. Это, мне кажется, не самым бесполезным действием. Ну, в общем, уверенно, да, ниже 94-х. Это очень хорошо. К сожалению, заход ниже 93-х не задался, который мы видели было в пятницу, но подождите, посмотрим. В моем понимании, вот, на курс решения ЦБ поставки, как я и говорил, оказывают весьма скромное влияние, и эффективность их, ну, скажем, не такая, какая бы хотелось. Объяснял, как я думаю, в чем проблема, не вижу смысла сейчас уж повторяться. Я полагаю, что, похоже, начинает работать указ президента. Основной его эффективность не в том, что обязали экспортеров продавать валюту. Судя по данным ЦБ, они продавали и так больше, чем там в этом постановлении правительства, расширяющему, поясняющему указ. А, похоже, их ограничили в возможности покупки этой валюты. Собственно, вот это тоже в указе присутствует. На этом большого акцента не делалось, но думаю, что это как раз наиболее эффективная часть принятых решений. И я полагаю, что в ноябре вообще мы будем видеть, ну, в какой-то степени, не знаю, быстро и медленно, надо смотреть, видите, сейчас пауза пока наступила, укрепление рубля. Я полагаю, что мы увидим доллар ниже 90. Вопрос, насколько надолго. Я не исключаю 85 на самом деле, и гипотетически, да, то есть, может быть, вдруг можем и 80 увидеть. Рынок, что называется, тонкий, и изменение объемов там продаж, например, или покупок на миллиард долларов за месяц может, в общем, привести к существенной реакции на курсе. Поэтому прям совсем исключать, хотя и вижу это как не самый вероятный сценарий, но как возможный, пожалуйста. Другое дело, что к декабрю я полагаю, что скорее к 90 вернемся, и у меня есть ощущение, что поскольку вот инструмент указа кажется рабочим, ну, будем проверять, там, знаете, полторы недели, две, это еще не тот результат, когда можно говорить наверняка и уверенно, но у меня есть ощущение, что указ рабочий, а смотрите, а дальше появляется инструмент ручного управления покупками и продажами на валютном рынке. Ну, то есть, можно давать инструкции сотрудникам Росфинк-мониторинга, да, то есть, без каких бы то ни было уже формальных решений, что можно там чуть ослабить, да, гайки разрешить, покупать побольше на разные нужды, пропускать какие-то вот основания, вот такие, 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 например, и там, наоборот, да, подзатянуть где-нибудь что-то, да, и, как бы, это привычный, в общем, инструмент для российских властей, я думаю, с ним должны освоиться, как бы, ну, в течение недель, да, и он должен будет давать свой результат. У меня есть ощущение, что, в общем, к 90, вот, если этот инструмент рабочий, да, будут курс, так сказать, выводить, вот, при избыточном укреплении, да, то есть, и при избыточном удешевлении рубля до тех пор пока будет помогать. Ну, вот, вполне при, так сказать, благоприятном стечении обстоятельств, даже с удешевлением нефти, которое я ожидаю, может оказаться инструмент, который позволит избежать, ну, я не гарантирую, да, вот, как-то эконом-развитие, я не готов подписаться, там, три года 90 не выглядит правдоподобным для меня, даже с теми ценами, которые Минэк себе заложил, а они-то уже высоковаты, на мой взгляд. Я, скорее, бы ждал чего-то поскромнее, поменьше, ну, поскромнее, в смысле, ну, недостижение трехзначных курсов на горизонте года, если повезет двух, это было бы очень неплохо, как результат действия, а дальше, ну, к сожалению, а дальше, к сожалению, то, что я вот про образование рассказываю, то есть нерастущая производительность, это будет ценой, которую будет платить российская экономика, она платила раньше, будет платить и дальше. Мы просто мало конкурентоспособны, и это придется, как бы, в общем, выправлять курсом, хочешь того, нет, там, добровольно, насильно, да, то есть там спрашивать никто в ряде случаев не станет. Вот, по инфляции, смотрите, в сентябре инфляция оказалась... Прошу прощения, давай, может быть, по инфляциям как раз в следующем 5-ти минутку, хорошо, да. И я просто напомню, что мы нам поступили некоторые сообщения на наш смс-портал в WhatsApp, плюс 7903-7976-333, и сейчас мы в перерыве будем на них отвечать в нашей YouTube-транфляции. Да, только в перерыве тогда, давай, да, чтобы все-таки дать. Женя? Да, да. 4 минутки у нас, слушай, есть несколько вопросов, ну, желательно постараться, наверное, все-таки успеть на оба ответить. Добрый день, не знаю, ваша это, ваш профиль или нет касательно крипты, но среди коллег, может быть, ведутся рассуждения, какие прогнозы по битку и вообще всей криптониши? Ну, в моем понимании такое, если в мировой экономике стагнации или рецессии, я не вижу перспектив у крипторынка идти против тренда. В моем понимании все высокорискованные активы должны, в общем, находиться под давлением, а крипта – это однозначно высокорискованный актив, и в моем понимании он будет под давлением. То есть, если я прав с макропрогнозом, ну, просто смотри, крипторынок – это уже очень заметный рынок в масштабах финансового сектора, мировой экономики, и игнорировать общие тренды, никакой возможности у него нет. Объем инновационности его, там, ну, за последние годы резко упал, но в том смысле, что он мало что полноценно нового смог, на самом деле, предложить. Идей, там, 15 лет назад витало много, реализовалось из них конструктивно, да почти ничего. По большому счету, вот у нас как бы этот биток, да, так он и остался, по сути дела. Ну, и там какое-то количество, понятно, инфраструктуры выросло, немножко там более совершенных алгоритмах и прочих, но дальше, боюсь, прогресс оказался очень ограничен. Поэтому, по большому счету, крипту уже правильно рассматривать как просто один из финансовых активов с высоким уровнем риска и, обратив внимание, невысоким уровнем ликвидности по меркам многих финансовых рынков. Что это означает? Это означает, что при неблагоприятном развитии событий в мировой экономике там будет давление продавцов, и как результат, естественно, да, могут быть падения, и поскольку ликвидность низкая, падения могут быть резкими. Поэтому вот, что я могу сказать по крипте. То есть, я не готов, да, нет у меня понимания, там, сколько, что должно стоить. Обратите внимание, у меня были эфиры, где я, в общем, высказывал сомнения в наличии, обратите внимание, внутренние ценности, вот как бы, что правильнее сказать, у многих криптоактивов. То есть, они пытаются казаться не тем, чем они на самом деле являются, и вот, как бы, этим, чем они пытаются казаться, они никогда не станут, они для этого просто не предназначены, несовершенны, я бы сказал так. И поэтому, ну, вот пока в них верят, их будут брать, как золото, например, да, то есть верить могут в них, как видите, довольно долго, ну, вот золото верит веками вообще, хотя ценность в нем весьма ограничена в нынешних современных реалиях. Ну, вот, тем не менее, вот что я могу сказать, да. — Минута осталась до выхода, Жень, есть такой вопрос. Не кажется ли вам, что экспортеры не продают валюту, несмотря на указ? Или есть договоренность между правительством и компаниями, и указ так для простых физиков? — Не-не-не, указ только для крупнейших. Я думаю, что уже можно исключить, что экспортеры не продают, потому что у них контролеры из родственной мониторинга. Я думаю, административная машина напряглась не для того, чтобы сейчас получился очередной пшик. Поэтому я искренне полагаю, что продают, и продают как положено. И там те контролеры, которые там находятся, они это контролируют более чем жестко. Я полагаю, что вообще основное ограничение не в продажах, в продаже не были проблемы, а в покупках. Я полагаю, что их ограничили в возможности сейчас покупать, как раньше. И я полагаю, что это как раз то самое, что работает на наш рынок. Просто в указе светится больше продажи, а на самом деле там важнее, мне кажется, вторая составляющая — это контролеры ограничения по покупкам, которые они, по сути дела, реализуют без явного указания на ОНЕ. Заметьте, да. Но угадываться прямо оно угадывается однозначно. — И вот здесь мы выходим в эфир через 10 секунд, Жень. Размышления экономистов Возвращаемся. Последние пять минут у нас остались Евгений Надоршин в виртуальной студии «Серебряная дождя». И мы про инфляцию заговорили и не закончили. — Да, совершенно верно. Минуту я потрачу на нее, и потом все-таки попробую прообразование. Я хочу, хочу туда успеть. Хотя бы уже чуть-чуть. Смотрите, по инфляции. В сентябре действительно было превышение моих ожиданий. Я на год, когда закладывал, пересматривал летом прогнозы, у меня даже семи-то не получалось год-году. Вот, шесть с половиной. Ну, я поставил там, когда сдавал из осторожности, семь. Но думаю, где-нибудь ускорится, наверное. Вот в сентябре почти как бы все и выбрано. И как бы с сентябрьскими семь у меня уже комфортно получается, что называется. А в октябре инфляция идет не выше моих прогнозов. Обратите внимание. И если с рублем я прав, и указ заработал, и у нас разворот, даже до 90 может оказаться более чем достаточно, то по итогам года, в общем, я полагаю, что семь. Ну, действительно, максимум семь с половиной. Но это надо еще сюрприз какой-то подкинуть. У нас по инфляции по итогам года выйдет. Поэтому ничего такого экстраординарного в инфляции, что требовало бы срочного ее прям жесточайшего подавления, и что поменялось бы между сентябрем и октябрем в худшую сторону, вот между заседаниями ЦБ, когда было 100 и стало 200 повышения. Я не вижу. Поэтому вот в моем понимании не инфляция и не курс сейчас как бы драйвера, то есть а драйвер где-то еще. Давайте перейдем к образованию. Я попробую потратить еще минутки 4 вот на эту тему. Смотрите, у нас, значит, я там два эфира вот тоже в перерывах на актуалку пытался продвигать вот эту тему о пользе, значит, образования, об идеях. У нас был опрос, который я в поддержку запустил, и я уже не стал развивать, потому что, видите, как бы, ну, актуалка выдавливает, надо сказать, вот эти неторопливые темы. И, ну, как бы, что делать? Ну, зато бодренько, зато эфиры проходят бодрее. Итак, вот я напоминаю опрос. Работаете ли вы по той же профессии, которую получили в учебном заведении? Высшее среднее специальное образование. И вот 25% работают, да, и используют знания, которые получали. А 14% работают, но знания мало пригодились, переучивались на рабочем месте. 9% работают, но знаний вообще не хватало, получали дополнительное образование. 15% не работают, но активно используют, не работают по профессии, но активно используют полученные знания. 26% не работают по профессии и почти не используют знания. Всему научились на работе. Значит, 8% нет, но получали дополнительное образование. И 3% в общем вообще сомневаются в ценности какого бы то ни было профессионального образования. К чему вот это я все вел, тащил, к чему я приводил рассказы про ВВП на душу населения, если помните, про рейтинги эффективности образования и прочего. Смотрите, как бы, что я хочу сказать. И, наверное, вот этот вывод еще правильно проговорить. У нас ужасная демография с точки зрения того, чтобы мы могли поставить на растущую численность рабочих рук. У нас нет просто растущей численности, у нас есть ее сокращающаяся численность. Пенсионная реформа дает нам небольшой перерыв, передышку в этом процессе. Но обратите внимание, это не пополнение новыми, молодыми, активными рабочими руками, а это просто вот человек в возрасте 62 лет, который, в принципе, может быть уже не против ВВП отдохнуть. Он просто еще полгода дополнительных, там, или год остается в составе рабочей силы и трудится, чтобы заработать на свой отдых. То есть, как бы, сильно производительней и мотивированней он не становится. Поэтому формально по статистике рабочая сила у нас, как бы, сейчас перестала сокращаться. Но это не означает, что качество ее растет. У нас, к сожалению, есть большая сложность с тем, чтобы можно было нарастить число рабочих рук. Соответственно, обратите внимание, единственная перспектива, которой может развиваться российская экономика, это повышение производительности. Я рассказывал про рутины, рассказывал, да, приводил примеры, вот, как бы, того, что немцы, там, например, датчане, в Европе работают гораздо меньше, чем греки и испанцы. Мы обсуждали, что, возможно, немцы и датчане, да, там, французы продуктивнее, да, нежели чем те же греки и испанцы, ну, потому что они на работе, да, не очень. Я приводил пример, что в России работают больше, чем в Греции, если я правильно понимаю, и в Испании, да. И вот, как бы, к вопросу о эффективности на рабочем месте, да, я обращал внимание, что, может быть, тогда и мы тоже не шибко эффективны на своем рабочем месте выходим, вот, раз вынуждены так много работать. И вот я обращаю ваше внимание, что экономическая мысль, как бы, знает хорошие... Да, я говорил, что есть навыки, это вот то, чему мы научаемся как раз на работе, и обратите внимание, в вопросе вот 40%, 40% где-то человек, похоже, в обмен на образование используют навыки. И вот я говорил, что как в спорте здесь, безусловно, улучшения возможны, но они очень ограничены, и что самые большие улучшения человечество научилось извлекать из того, что называется знаниями, когда оно их трансформирует, там, вот, в технический прогресс, развитие, новые инструменты. И вот я хочу вам сказать, что мы должны гораздо больше, чем развитые страны, а вот наш опрос очень похож, я проверял не только на многие другие российские, но и на зарубежные, европейские, американские. Вот, как бы, поскольку нам нужно их догонять и перегонять, у нас отставание возникло большое в последние, там, десятилетия, вот нам на знания нужно ставить гораздо больше, чем им, для того, чтобы технический прогресс у нас работал эффективнее, потому что численностью брать не можем, нам нужно брать производительностью. И вот, как бы, хочу вам сказать, что это та штука, которую мы сейчас сильно недооцениваем, и недооценивает государство, которое, там, сокращает сейчас финансирование образования, нам нужно, возможно, с этим бороться, но поскольку государство не понимает, не доходит, отвлечено на индивидуальном уровне. Помните, приобретение знаний, не навыков, вот, как бы, да, то есть, как ручками двигать, а знаний, возможно, гораздо ценнее, нежели чем сейчас, что бы то ни было в части персональных инвестиций. Потому что так мы можем добраться до 2,5 тысяч долларов зарплаты. Помните, там был вопрос, Павел, вы мне задали. Вот это может переломить те тренды, которые закрывают нам дорогу на комфортные уровни дохода. Персонально. А потом, может быть, и в масштабах всей экономики.